Ну что? Что? Господи! Уходники, воды! Воды, воды! Сейчас тебе будет воды, на! Попей, воды! Ты попить! Попей, попей воды! Пока за окном идет снег, в салоне закипают страсти. Между овдовевшей помещицей и ее соседом возникает перепалка. Однако неожиданные эмоции путаются, а у героев вспыхивают чувства. И все это в едущем троллейбусе. Актеры стараются не замечать качку, балансировать, и при этом не выходят из образа. Я люблю вас! Нужно мне было влюбиться в вас именно сейчас! Завтра проценты платить. Сенокос начался, а тут вы. Никогда себе этого не прощу. Отойдите прочь, прочь руки. Я вас ненавижу. К борьеру, к борьеру. К небольшой постановке актеры драмтеатра готовились две недели. Но сложнее всего пришлось режиссеру. Ведь по сценарию действие разворачивается в большой гостиной, которую заменил узкий салон троллейбуса. А ведь в Эдевиле есть не только эмоциональные реплики, но много и трюков, перемещений, прыжков и даже танцев. Нам изначально принесли схему троллейбуса, и мы под эту схему выстроили себе кусочек и репетировали вот так. Вот именно под эту. Поэтому, конечно, очень сильно все по движению, все урезано. Нам даже пришлось отказаться от классических чеховских костюмов, потому что здесь это будет не очень уместно. Мы сделали там вне времени. Театралы признаются, эта постановка – чистый эксперимент, подготовленный специально для работников транспорта в преддверии их профессионального праздника. И, судя по реакции зрителей, с поставленной задачей актеры справились. Дорогие друзья, праздник! Очень интересно, очень привлекательно, необычно. Например, для нас это первый раз. Но в транспорте такой интересный спектакль. После показа актеры подписали билеты прямо на сиденьях троллейбуса. И отметили – экспериментальный спектакль «Променад» возможно покажут и обычным пассажирам. Сейчас мы решаем этот вопрос с Министерством транспорта. Я думаю, что мы спектакль «Променады» поставим на поток. И я думаю, что любой зритель сможет посетить такой спектакль. Постановка длится около 40 минут. За это время можно доехать на троллейбусе от драмтеатра до триумфальной арки. Так что, возможно, пассажиры транспорта, следующего по этому маршруту, когда-нибудь тоже окажутся в импровизированных зрительных рядах. Михаил Агарков, Антон Латышев. События дня.